Здравствуйте, в студии Аскар Басыров. Начнем выпуск с обзора мировых новостей. В столице Финляндии и Хельсинки буквально на днях прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Между прочим, первая двусторонняя с момента вступления президента США в должность. Никаких прорывов, конечно, разговор не принес. Как заявили сами лидеры, это лишь первые шаги к восстановлению отношений, безнадежно испорченных войной на Украине, Крымом, с санкциями, скрипалями и бог еще знает чем. К встрече было приковано огромное внимание всего мира. Еще бы, ведь договоренности между странами реально могут повлиять на международную ситуацию. От Сирии до Восточной Европы. Но встреча прошла, но недовольных ей в Америке неожиданно оказалось слишком много. Что? Кажется, Трамп теперь сам сожалеет о встрече, ведь американские СМИ его попросту уничтожили. Среди главных претензий его ответ на вопрос, кому он верит больше по поводу возможного российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, Владимиру Путину или собственным спецслужбам. Я, доверяя обеим странам, сказал Трамп и попал под шквальный огонь. Над якобы присмыканием американского президента перед Путиным уже успели пошутить крупнейшие телешоу. Вообще, конечно, нервы у Трампа железные. С первого дня его президентства он находится под тотальным прессом. Любой его шаг рассматривается под микроскопом и обсуждается в негативном ключе. Он, конечно, сам любит подкинуть дровишек в Твиттере, но факт остается фактом. Сейчас он самый ненавистный президент в истории Америки. То ли дело у нас, рейтинги главы государства зашкаливают, недовольных не видно. В общем, все условия для плодотворной работы и построения прекрасной России будущего.